Медицина и зоология утверждают, что животные не осознают силы собственной привлекательности. Увидев себя в зеркале, не смогут подумать, что-то я сегодня неважно выгляжу. Но любой, даже самый уверенный, нобелевский лауреат по биологии взял бы свои слова обратно, увидев шпица. Уж эти собаки явно знают, что они самые симпатичные. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лапы и хвост». С вами Юлия Север. Сегодня в программе. Кто ты, шпиц? Изучаем историю породы. Собака-чернышка ищет новую семью. Как отправиться в путешествие со своим питомцем? История возникновения шпицев уходит корнями в глубину веков. Предкам этих хвостатых принято считать торфяную собаку, которая существовала в каменном веке. Таким образом, шпицеобразных можно смело отнести к одним из самых древних домашних пород. В 18-м столетии эти собачки стали украшением аристократичных гостиниц. Они сопровождали своих владелец на балы, им частенько были изображены на портретах знаменитых личностей. А изначально шпицы были рабочими собаками и жили в небогатых семьях. Одной из главных почитательниц этой породы была английская королева Виктория. В 1888 году она привезла из Флоренции своего любимца по имени Марко. В России шпицы стали известны спустя столетия. В чеховской даме с собачкой, например, главная героиня Анна Сергеевна прогуливалась по набережной Ялты именно с представителем этой породы. Существует несколько видов шпицев. Самый популярный – малый, карликовый или померанский. Маленькая собачка, больше похожая на лисичку, которая будто улыбается всем вокруг. Но настолько искренне ли ее улыбка? Сейчас узнаем у Натальи Менделеевой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, действительно ли за этой милой улыбкой скрывается добрый характер? Собаки, они и есть собаки. Маленькие, большие, неважно. Шпицы, они доминирующие. Если хозяин очень мягкий, покладистый, то, соответственно, шпиц быстренько берет верх и начинает хозяином командовать. Если хозяин сразу показывает, что он вожак стаи, соответственно, собака будет слушаться беспрекословно. И никаких агрессий не возникнет. Миниатюрный шпиц ведет активный и очень энергичный образ жизни. Он не доверяет посторонним людям, привязан к хозяину, хорошо выполняет команды и быстро подается дрессировке. Распространенное мнение, что эта порода – лишь красивая живая игрушка, обижает заводчиков. Как же так? А как же собаки? Собаки, они и есть собаки. Они очень умные. Они очень преданные. Вот сейчас мы начали их дрессировку. С воспитанниками мы занимаемся грумингом. И они сейчас дрессируют молодых собак у меня. И в планах выстроить агитбригаду по дрессировке. Показать, что собаки не только эти идут на подушку, но и могут намного больше. Иметь домашнего питомца – это всегда радостно и очень ответственно. Конечно, такое чудо позволить себе сможет не каждый, но вот если вы хотите обзавестись верным другом, то, может быть, встретить его в приюте для домашних животных. Теперь в нашей программе «Лапа и хвост» мы будем рассказывать о воспитанниках приюта, которые еще только ждут своего человека. У этой озорной девчонки когда-то был хозяин, любимая игрушка и мягкий коврик под боком. Счастливая собачья жизнь. Но семья, в которой жила чернышка, распалась, и собака оказалась никому не нужна. Не новая история. Такое часто бывают, говорят сотрудники приюта «Хати». Здесь, кроме чернышки, временный дом нашли еще 112 кошек и собак. Живут дружно, комфортно, не жалуются. Однако каждый мечтает встретиться со своим хозяином. Мечты сбываются. За три года существования приюта свой дом нашли около тысячи животных. У чернышки была подружка Гречка. Они были очень друг к другу привязаны, очень дружили. Но Гречка уже обрела дом, а чернышка пока еще ждет своего хозяина. А кто должен быть человеком? Какой? Ну, человек должен быть обладающий достаточным количеством для общения с собакой. Потому что эта собака, она жаждет человеческого внимания. Она очень привязывается к людям, выбирает себе хозяина и не отходит, что называется, от ноги. Волонтер Андрей стал для чернышки лучшим другом. Его она слушается, от него ждут похвалу и лакомство. Месяц назад молодой человек начал обучать свою подопечную командам. Уже есть успехи. Молодец. Чернышка любитель долгих прогулок, путешествий. Она коммуникабельна, легко обучаема, хорошо ладит с детьми. Сотрудники приюта уверены, и эта собака в ваш дом принесет лишь позитивные эмоции. Очень активная, послушная, очень умная. Чувствует характер, настроение человека. И, в общем-то, такая общительная девочка очень любопытная. Ей нужно быть в центре внимания. Вот тому подтверждение. Как только наше внимание переключилось на других воспитанников приюта, собака тут же напомнила о себе. Уберите, пожалуйста, большого. Мы тебя уже сняли. Щенки, с которыми играет чернышка, тоже ждут своего хозяина. Им всего два месяца. Почти с самого рождения они живут в хате. Щенки родились на одном из предприятий Самары. Руководство, естественно, было против. И щенков привезли к нам. Брать щенков привезли к нам. Это такое достаточно рискованное мероприятие из-за постоянных вспышек инфекции. Поэтому мы пытаемся изменить ситуацию, так как у нас будет шанс на выживание. Если оставить их на предприятии, то шансов нет. Так девять щенков поселилась в этом вольере. Настоящий детский сад. Два брата уже нашли дом. Остальные ждут своего звездного часа. Малыши обработаны от паразитов. Привиты, самостоятельно питаются. Эти щенки, они, скорее всего, будут среднего размера. Потому что мама у нас среднего размера. Неизвестен, но по лапкам, по размерам, примерно можно угадать, какого размера вырастут щенки. Веселые и спокойные, робкие и любознательные, пушистые и гладкие. Мальчики и девочки всех возможных окрасов. Все они мечтают о настоящем доме, любящем хозяине. Не в каждом доме должна быть собака. Но у каждой собаки должен быть дом. В воспитании шпицы есть две сложности, которые надо учитывать. Эти мелкие собачки чувствуют себя намного больше в размерах. А потому бесстрашно бросаются на своего противника, каким бы крупным он ни был. Вторая особенность вытекает из первой. Шпицы весьма шумные. Разумеется, жары этой собачки можно погасить, занимаясь воспитанием. Все в руках хозяина. Это действительно так. Шпицы очень любят поделиться со всеми своими эмоциями, своим настроением, событиями, которые произошли в их жизни. Во всеуслышание. Корректировать это можно и нужно. Особенно, когда собачка живет одна. Это достаточно быстро корректируется и потом не вызывает проблем. Лисенок, львенок, медвежонок. С кем только не сравнивают эту собаку. Все благодаря богатой шевелюре. Набивная шерсть, гордость шпица. Несмотря на сложившийся стереотип, эта порода не требует трудоемкого ухода. Питомца стоит вычесывать два раза в неделю, уделяя особое внимание местам, где чаще всего сваливается шерсть, а именно в зоне за ушами и на бедрах. Кто-то очень любит длинную шерсть, кто-то любит очень короткую шерсть. Но, к сожалению, сейчас есть такая проблема, что люди, хотя получить короткий плюш на шпице, потом получают собаку, которая не обрастает, и в последующем начинает лысеть и становится лысой полностью. И это все из-за того, что у них очень интересная специфическая структура шерсти. Волосяные луковицы находятся очень сильно поверхностно в коже. И вот именно из-за этого происходят вот такие вещи. Поэтому стричь их очень коротко нельзя. Шпиц собака деликатная. Спокойно уживается с другими четырехлапами, хорошо ладит с детьми, нуждается в постоянном общении с человеком. Она может не вставая сидеть на диване и без перерыва принимать ваши ласки. Стоит признать, что шпицам очень нелегко дается одиночество. Покидая квартиру более чем на несколько часов, собаку лучше брать с собой. Часы расставания для нее будут настоящим учением. Оттого многие даже в путешествии отправляются вместе со своим хвостатым другом. Сезон отпусков в самом разгаре. Многие владельцы домашних животных обеспокоены вопросом, с кем оставить своего питомца. Ольга Радаева в этом году решила друзей и родственников не напрягать, а взять любимицу Асю с собой в путешествие. Мы вскоре поедем в Санкт-Петербург в отпуск с молодым человеком. Вот решили с собой взять собачку. На самом деле она у нас первый раз едет на поезде. Мы даже не знаем, что нужно делать, как себя вести, какие документы нужно оформлять. Она раньше у нас ездила только на машине. Ну, по крайней мере, на машине ей очень нравится ездить. Она знает, что она едет куда-то в интересное место и сразу радуется. Как и любому пассажиру, вашему питомцу нужен паспорт, где можно найти отметки о необходимых прививках. С таким документом отправляемся в государственную ветстанцию. Только там на основе правильно оформленного паспорта можно получить ветеринарное свидетельство. Оформляется это ветеринарное свидетельство в день обращения. Действует в течение пяти дней. В течение пяти дней владелец своим животным должен выехать. Но для получения этого документа животное надо подготовить заранее. Ветеринарное свидетельство МАВы дадут только в том случае, если прививки сделаны в установленный срок. Не меньше 30 дней и не больше 11 месяцев до отъезда. Если раньше у нас разрешалось щенкам до двухмесячного возраста выезжать без вакцинации, теперь нет. Теперь все животные должны быть обязательно привиты против бешенства. Даже и котята, и щенки. Поэтому они прививаются, ждут месяц. И раньше трех месяцев котята, щенки не выезжают. Если вы выезжаете за границу, необходимо учитывать, что некоторые страны требуют обязательного чипирования животного. Это идущий со временем безопасный, безболезненный метод идентификации домашних животных, который существует в мире уже более 20 лет. По Российской Федерации разрешается ездить без чипа. За пределы Российской Федерации многие страны уже требуют чипирования. Хотя и в нашей стране, в Санкт-Петербурге, например, чипирование уже всех животных поголовно чипирует. После оформления всех необходимых документов стоит ознакомиться с правилами перевозки животных. Каждый вид транспорта выставляет свои требования. Ознакомиться с ними лучше на официальном сайте перевозчика. Уж слишком часто происходят изменения. К примеру, если в 2015 году привозить собак можно было только в купе, то сейчас пассажирам с животными в составе поезда выделен отдельный плацкартный вагон. Заблаговременно позаботьтесь о всех нюансах, и тогда вам и вашему питомцу будет комфортно в путешествии. Шпиццев изначально выбирают и за милые, улыбчивые мордочки, а любят за верность, ум и веселый нрав. Домой такой комочек счастья можно принести в возрасте 2-3 месяцев. Важно приобретать щенков в проверенных питомниках. Подходят для содержания в квартире. Легко поддаются дрессировке. Требуют регулярного ухода за шерстью. Привязан к хозяину, не переносит одиночество. Тем, кто предпочитает флегматичных, спокойных питомцев, шпиц едва ли подойдет в качестве компаньона. Однако тем, кто видит свою идеальную собаку именно такой, задорный, веселый и энергичный, лучше шпица друга не найти. Пообщавшись с этими собаками, я поняла, что их можно назвать фрейлинами. Фрейлинами. Они следуют за своей хозяйкой везде, куда бы она ни отправилась, и покорно сидят на руках. У меня же этот дружок в объятиях сидеть не хочет. Так, только ради красивой картинки. Но если вы станете истинным другом и хозяином для шпица, то почувствуете его безграничную любовь. С вами была программа «Лапа и хвост». Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова